Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ. Иногда я делаю обзоры всяких интересных штук, и в этот раз у нас будет китайский защищенный смартфончик. Будем делать на него обзор. Да, обзор, конечно. Какой может быть обзор на защищенный телефон? Для защищенных телефонов могут быть только тесты. Краш-тесты, в которых мы узнаем, насколько защищен этот смартфончик. Попытаемся его утопить, заморозить, окунем в кипяток, по забиваемым гвозди, ну и заодно проверим работоспособность датчиков, которые установлены в этом устройстве. Все-таки это ж не только для того, чтобы звонить, а еще всякие другие штуки делать. В комплекте имеем сам телефон, кабель Type-C, переходник с microUSB на USB Type-C, и, конечно, 2-амперная зарядка. Долго не буду расписывать его характеристики, вы можете нажать на паузу и почитать их, если вам интересно. Чтобы понять его производительность, я просто сделал тест в приложении Antutu и количество баллов вы можете видеть сами. Примеры фотографий, сделанных на этот телефон, вы можете посмотреть на моем сайте, в описании будет ссылка. Сканер отпечатков пальца работает быстро и из разных положений. Корпус сделан из армированного поликарбоната, из такого же изготавливают мотошлемы и противоударные щиты. Углы защищены полиуретаном. Позже я разберу телефон и мы посмотрим, что у него внутри. Стекло экрана это Gorilla Glass 3. Оно должно выдержать большую часть царапин и ударов без повреждений. Но это мы еще проверим. Все выступы и края сделаны таким образом, что стекло оказывается утопленным внутрь и при падении на ровную поверхность не может разбиться. Корпус принимает весь удар на себя. После ударов железным уголком видны характерные вмятины. На корпусе есть куча кнопок, среди которых особо любимая Роскомнадзором кнопка Push to Talk. Это интернет-рация Zello. Раз-два-раз, яйца тряс, проверка студийной аппаратуры. Раз-два-раз, яйца тряс, проверка студийной аппаратуры. Есть кнопка SOS для экстренного вызова какого-нибудь телефонного номера или отправки сообщения. Боковые панели выполнены из алюминия и поэтому немного скользят в руке, но на задней крышке есть поверхность, похожая на наждачную бумагу, благодаря которой телефон держится в руке гораздо увереннее. Стекло камеры также утоплено внутрь и не должно разбиться или поцарапаться при падении. Чтоб добраться до сим-карт и карты памяти, нужно открутить болты. Как видите, вокруг слотов есть уплотнительное силиконовое кольцо, которое не дает воде и пыли попасть внутрь. Болты на защитной крышке не вываливаются, и это очень хорошо. Влагозащищенный динамик громкий и выдает более 90 дБ. С помощью строительного уровня я решил проверить, корректно ли работает датчик телефона. Выровнял поверхность и положил телефон со включенным пузырьковым уровнем. Вроде все нормальным. Отвес тоже работает вполне нормально и не противоречит строительному уровню. В телефоне встроен барометр и можно измерить высоту над уровнем моря, если вы хотите понять, насколько вы поднялись в гору или спустились. Есть еще и датчик NFC, правда мне потребовалась куча времени и попыток, чтоб телефон смог считать карту тройка, но все-таки он смог. А вот и пришло время реальных тестов. Первый тест – заморозка. На 13 минут я оставил телефон в морозилке. Обычно на холоде сенсорный экран начинает работать некорректно и не слушает пальцев, но этот телефон прошел в заморозку без каких-либо последствий. Теперь попробую утопить телефон в луже. Полчаса телефон провел в воде и ничего не произошло. Потом я его заморозил, он провел в морозилке целую ночь. Но я смог даже до него дозвониться, правда только один раз, после этого он завис. Когда он разморозился, я попытался нажать кнопку перезагрузки проволокой, но это оказалось не кнопкой перезагрузки, но об этом я узнал позже. Замораживание никак не сказалось на работе телефона, он все еще адекватно реагирует на команды. Если замораживание не помогает, может тогда кипяток поможет? Пока я донес чайник, налил воду и закинул термометр, температура конечно же упала, и сейчас она всего лишь 92 градуса, но думаю этого тоже будет достаточно. Телефон сам выключил секундомер при контакте с горячей водой, видимо он перепутал его с нажатием пальца. Как видите, из корпуса выходят пузыри воздуха, но телефон продолжает работать. Мне показалось странным, что пузырей так много, может они и должны выходить из пустот корпуса, но не в таком количестве. В конце концов телефон перегрелся и выключился. После остывания, при первой попытке включения, телефон сказал, что батарея слишком горячая, и стоит выключить телефон до полного остывания. Хорошо, остудим его в ванне со льдом. После ледяной ванны он включился и работал в своем обычном режиме, без каких-либо глюков. А теперь раскалывание орехов. Любой орехокол должен уметь колоть орехи, и это ж очевидно. Три ореха раскололись, телефон работает как и прежде. Четвертый орех, контрольный. Визуальных изменений нет, только пленочка слегка пострадала. После раскалывания орехов, я заметил, что телефон начал иногда перезагружаться сам по себе. При детальном рассмотрении, я увидел, что камера запотела, значит в корпусе полно воды. Оказалось, что вот эта дырочка, это совсем не кнопка перезагрузки, это была мембрана, закрывающая шумоподавляющий микрофон. Читать инструкции, это для слабаков. Вот почему телефон так активно булькал, когда я окунул его в кипяток. Внутрь заливалась горячая вода. Прошло около пяти часов с того момента, как я его утопил по-настоящему, и несмотря на это, телефон все-таки работает. Пришлось полностью его разобрать. Как видите, капли воды на задней крышке, вода вокруг камеры, капли на аккумуляторе, короче, везде. И все это из-за маленькой дырочки, которую я проделал. Засыпал телефон силикагелем, закрыл в контейнере на два часа. После этого телефон нормально включился и больше не перезагружался. Утопление на нем, видимо, никак не сказалось. Щеткой поочистил от гранул силикагеля и продул турбиной. Аж уплотнительная резинка выдулась. Вот та самая дырка, которую я проделал. Если телефон выживет после обзора, то придется снаружи ее заклеить каким-нибудь влагостойким скотчем. Он все равно будет спрятан под защитной крышкой и его не будет видно. Вот тут вы можете оценить, насколько толстая у этого телефона рама. Чтоб ее сломать, нужно действительно очень постараться. На всех болтах был нанесен фиксатор резьбы. Короче, собрал я телефон заново и продолжил испытание. Теперь попробую забить гвоздь сороковку в деревяшку. Субтитры сделал DimaTorzok Пленочка, конечно, не выдерживает. Посмотрим, на какую глубину вошел гвоздь. Девятнадцать миллиметров. Неплохой результат для телефона, но пленочка все-таки испортилась. Теперь возьмем гвоздь шестидесятку. Легковат, конечно, телефон для таких работ, но на 5 миллиметров гвоздь вбить все-таки получилось. Попробую еще раз в то же отверстие. Судя по прошлой отметке, гвоздь вошел еще на 2 миллиметра, не больше. Пленочка убилась еще сильнее. Ну и последний тест. Падение на кафель с высоты полметра. Три падения экраном вниз никак не сказались на его работе. Резиновые выступы не дают ему удариться стеклом о твердую поверхность. Момент истины. Сдираем пленочку, протираем и никаких повреждений. Другого я и не ожидал от Gorilla Glass, хоть и третьего поколения. Как ни странно, телефон все-таки выжил после всех этих тестов. Несмотря на то, что я его по-настоящему один раз утопил. Могу сказать, что на мой взгляд, этот телефон больше подходит, наверное, для строителей. Вот я достаточно большое время работал на стройках. На разных стройках я был и подсобником, и монтажником, и высотником. Я стеклил огромные высоченные здания. Я был электромонтажником, я строил декорации. Ну, короче, в разных сферах я поработал. И я могу сказать, что нигде телефон так не убивается, как на стройке. На стройке постоянно его роняют, постоянно ударяют, постоянно раздавливают. Постоянно он страдает от огромного количества пыли и грязи, от грязных рук. Ну, и, наверное, рация как раз-таки пригодится именно строителям. Потому что при погрузочно-разгрузочных работах, когда общаешься с крановщиком, то по телефону там вообще никаких денег не хватит. Там вееромайна, левее-правее. Кстати, всем известная компания DeWalt, которая производит в основном инструменты, хорошие инструменты, прямо так скажем. Она тоже выпустила свой защищенный телефон класса IP68. Но стоимость у этого телефона вообще какая-то космическая. Мне кажется, что компания DeWalt совсем не думала о туристах. Она скорее думала о строителях, о работниках различных производств, которые работают своими руками в тяжелых, сложных условиях. И защищенные телефоны, любые защищенные телефоны, скорее всего, больше подойдут тем, кто работает вот в этих сложных условиях. И вот эта неубиваемость скорее нужна им, чем каким-то там туристам. Потому что, ну, что, турист будет идти вот так и в телефончике играться. Нет, он закинет в рюкзак и будет спокойно идти наслаждаться природой. Он же на природу приехал, а не в телефончике лазить. Вот. И телефон этот будет лежать где-нибудь в труднодоступном месте, чтобы его не разбить. Да и тем более такой вес. Да кто будет таскать с собой в рюкзаке такой вес? Кто ходил с рюкзаком, тот поймет, насколько важен каждый грамм. А вот такой кирпич с собой таскать, это вообще не дело. А вот настройки перевес в 100 грамм вообще никакой роли не играет. Пока ты там что-то грузишь, разгружаешь, конструкции эти там скручиваешь шурупаном, где-то там налег посильнее, телефон прижал, оп, экран ломается. Я много раз такое видел. Много раз видел, как они падают. Вообще. Я не пытаюсь вам впарить конкретно вот этот телефон. Если вам не нужен телефон, то вы его и покупать не будете. Если вам нужен защищенный телефон, то, наверное, берите какой хотите вообще. В принципе, они, наверное, все одинаковые практически, там плюс-минус, потому что при таком весе, при такой толщине корпуса сложно будет разбить абсолютно любой телефон. Тем более, если здесь Gorilla Glass 3, то есть это тоже не заслуга этой фирмы. Это просто хорошее стекло, которое, ну, можно даже молотком побить так, ну, не сильно в рамках разумного. С ним тоже ничего не произойдет. Вот такие вот краш-тесты у меня получились. Конечно, полного краша добиться не удалось. Да я, в принципе, и не ставил такую задачу. Я все-таки считаю, что надо разумные нагрузки давать для техники. Я делал абсолютно нормальные тесты, потому что, ну, сдуру можно их не сломать. А вот потерять телефон в снегу, а потом на следующий день его найти, вот это реально. Уронить телефон в тарелку с горячим супом, это реально. Уронить его в унитаз, когда сидишь, играешься, вот это тоже реально. Ударить его об кафель, это реально. Ну, орехи на аспор поколоть, тоже, в принципе, реально. А вот кинуть телефоном со всего размаха об бетонную стену или бросить в него огромный булыжник, ну, я думаю, нормальные люди так обычно не делают. А я все-таки, по-моему, снимаю обзор для нормальных людей. В принципе, сейчас уже многие телефоны делаются влагозащищенными. И практически под любой телефон можно купить защитный чехол, который будет защищать его от ударов. Так что покупать этот усиленный бронетелефон или не покупать, решайте сами. На этом мой обзор и тестирование заканчивается. До новых встреч. Пока.